Телеканал КРТ представляет Привет, ребята, ну рассказывать вам про свободу слова это то же самое, что рассказывать там, я не знаю, какому-нибудь автослесарю про то, как прикручивать колесо. Вы в курсе про свободу слова, вернее, про ее тотальное отсутствие. Почему к вам придолбались, да? К вам придолбались потому, что вы критиковали догмы, некие догматы, которые вот выработаны в обществе, и общество должно двигаться в рамках вот этих догм в этой парадигме, да? Умные слова, парадигме, короче, сказано, что вот стена черная, значит, она черная, а вы посмелились, ну осмелились называть ее там серой или там присматриваться к ней. Смотрите, все, что было при Порошенко, все то и осталось. То, что при Януковиче называли там нападением на свободу слова, причем я человек, который отъехал из страны при Януковиче из-за преследования правоохранителей, как раз таки связанного с нашими расследованиями касательно наркоторговли, касательно игровых точек, которые сегодня уже разрешены прекрасным волевым решением слуг народа, да? Вот это вот все, что было тогда, показалось абсолютно ничего не значащей щитой при Порошенко. Порошенко показал, что такое преследование за свои убеждения, но при Зеленском, мне кажется, мы уже немножко переплюнули и Порошенко. Конечно, мы не можем сказать, что там Зеленский точно так же там бомбит там Донбасс, да, и так далее, вот эти вот все эти вещи, но мы однозначно можем сказать, что Зеленский переплюнул Порошенко в плане преследования телеканалов, средств массовой информации вообще и физических лиц журналистов за их убеждения или за их критику, конкретно критика Офиса Президента, критика политики Президента, критика слуг народа приводит к серьезным последствиям юридического характера. Ну как, даже не юридического характера, то, что они попытались сделать телеканалом 112, это тупой рейдерский беспредел. Беспредел в стиле вот тех вот черных регистраторов, которые ночью переоформляют в Минюсте ваш бизнес на какой-то, на третьих лиц или четвертых, да. А здесь та же самая история. С вами, к примеру, они обошлись якобы законными методами. Смотрите, мы задействовали абсолютно законный механизм, да. При этом мы, конечно же, понимаем, что закон в руках тех, кто имеет, грубо говоря, большинство. Вот, поэтому, чтобы долго не разглагольствовать, свободы слова в Украине нет. Я вам расскажу, что такое свобода слова. Я проживаю в Европе, я резидент Евросоюза, и я четко знаю, что я могу говорить все, что угодно. Но все, что угодно, даже если я решу рассказывать там что-то плохое про секс-меньшинство, да, там, про мигрант, это не приветствуется, сразу скажу. В старой Европе это не приветствуется. Мы еще не говорим о тотальной цензуре, да, в плане таком, именно о цензурировании, о непреследовании тебя, о создании каких-то тебе проблем. То я могу об этом говорить. На меня будут смотреть там косы некоторые. Некоторые будут говорить, о, браво, молодец, правый взгляд, нам это нравится. Но козлу последнему не придет в голову начинать меня, возбуждать против меня уголовные дела за критику власти. Если ты возбудил абсолютно левое, открыл какое-то уголовное дело на человека, тебе зачтется, потому что тебя самого могут уволить с работы, посадить и так далее. В Украине легко, по щелчку пальцев, раз и все, и замутили. Это ужасающе, ну ужасно. Я не помню ни одного случая, чтобы средства массовой информации прикрыли в Европе из-за там чего-то, чего-то. Бывает прикрывают чужие средства массовой информации, мы видим это в новой Европе по отношению к российским СМИ. Но здесь же украинское средство массовой информации, работают украинцы, да, говорят про украинские проблемы и так далее. Ну, прикрываться постоянно тем, что у нас там война, там у нас там еще что-то. У нас война, объявляйте войну. Серьезно. Потому что вот так вот получается. И не война, и не то, и не пятое. Зато когда торговать, это не война. Когда закрывать средства массовой информации, это война. Когда преследовать людей, это война. Ничего не изменилось. Со времен Порошенко стало, возможно, хуже в плане преследования. Во всяком случае, я слышу те же самые схемы, те же самые вот эти прихваты, российские деньги, нарративы Кремля и так далее. В общем, Зеленский слил. Зеленский слил, и пора его самого сливать. Конечно же, законными методами, но пора от него избавляться. Ибо свободы слова в Украине нет. Зачастую за свободу слова выдают позорный лайк, клевету. Опять-таки, иногда, вот те, кто себя называют журналистами в отношении журналистов, постоянное оскорбление. За это нет ответственности. Была бы в Украине, возможно, ответственность за клевету, за остальное, за остальное. Может быть, и средства массовой информации очистились бы. Но в Украине выдают за преследование и за цензуру нормальную юридическую практику, которую можно было бы внедрить касательно клеветы, нормальную европейскую юридическую практику. И не замечают тупейшей дебильной цензуры, которая на самом деле и таковой является. Потому что вы государство перевертыш. Я это давно говорил. Государство, в котором белое, черное, черное, белое. И нет, практически нет полутонов. Вот в этом проблема. Не до государства. К сожалению, так. И я могу это обосновать. Потому что в государствах монополию на силу имеет государство. В государствах есть судебная система, а не признаки судебной системы. В государствах правоохранители тебя защищают. Они стоят сбоку и смотрят, как какие-то ублюдки, которые называют себя праворадикалами. Тебя что-то избивают или там убивают. И так далее. Поэтому, когда Украина станет государством, тогда, возможно, будет свобода слова. А пока что ни о чем. Держитесь.